День независимости, как и положено, главному национальному празднику отмечают в Пинске масштабно и в едином порыве. На городской площади подготовлена насыщенная концертная программа и официальное открытие торжества, на котором чествовали передовиков производства и подвели итоги городского конкурса «Достижения моей страны». На протяжении всего дня город пропитан атмосферой радости. Артисты и танцевальные коллективы уже подарили хорошее настроение. С места событий наш корреспондент. Город над Пиной встречает праздник музыкально-хореографической композиции под названием «Беларусь». В ней задействованы 160 человек. Это участники творческих коллективов Пинска – Дарлинг, Забава, Навигатор, Стрикоза, солисты народной студии «ЛИК». День независимости праздник всех, кто гордится своей страной, уважает ее историю, кто своим талантом и трудом каждый день вносит вклад в развитие своей малой родины. В этот день мы чествуем нашу отчизну, страну с уникальной историей и наследием. Для каждого человека Беларусь начинается с его малой родины. И потому у Дня Республики есть не только общенародное, но и личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы мы ни выросли, все это наше родное отечество. А вместе мы – один единый могучий белорусский народ. А это то, что сделано руками белорусов и чем мы подкрепляем свою независимость. Товары собственного производства демонстрируют в рамках городского конкурса с говорящим названием «Достижения моей страны». Во весь рост новейшие образцы техники от промышленных предприятий Пинска. Мы выставили 3D-модели в масштабе прессов, однокривошибных закрытых, однокривошибных открытых. Не каждый человек знает в Пинске, что у нас есть такое предприятие, мировое, так сказать. В мире не так много предприятий, которые делают кузнечное прессовое оборудование. Допустим, мы в этом году поставили в Минск пресс-чеканочный 2500 тонн. В мире единицы предприятий, которые могут это выполнить. Город Пинск соскучился уже по таким мероприятиям, которые показывают новинки нашей техники. Сегодня мы презентуем две модели техники. Это Амкадор 732 с телескопической стрелой, то есть глубина копания машины увеличена на целый метр. И модель Т-470, это наша новая модель, мы буквально начали в этом году ее выпускать. Мы все прекрасно понимаем, что здесь находятся обычные жители города Пинска, но вы понимаете, не все знают, что выпускает на сегодняшний день город Пинск. То есть в данном случае Амкадор Пинск. То есть показать то, что мы можем, это маленькая капля того, что мы выпускаем. Больше 50 единиц разнообразной техники мы выпускаем, представили только две. Новинки своей продукции привезли на выставку-продажу представители ООО «Полесье». Пинчане охотно покупали одежду с национальной символикой. Сегодня своим потребителям предприятие легкой промышленности предлагает в фирменных магазинах более тысячи изделий. У нас очень много инновационной продукции. Наше предприятие на рынке уже более 50 лет. Вот наш ассортимент – это изделия новые с инновационной пряжей. Хотим поздравить всех с праздником, с Днем независимости Республики Беларусь. Пожелать всем добра, мира и счастья. А тем временем свои таланты горожанам показывают участники городских творческих коллективов. Масштабная концертная программа проходит на сцене главной городской площади. Здесь сосредоточен центр праздничных событий. Я тебя люблю, я тебя покажусь, я за тебя сердцем, Беларусь. Торжество объединяет пинчан, которые решили сегодня вместе встретить День независимости. Ведь 3 июля – праздник всех поколений. Это тот праздник, который приближали наши деды. Это тот праздник, который, наверное, в сердце каждого человека. Это тот праздник, который будоражит душу и сердце. Потому что это наше настоящее. Это то, что мы передадим своим детям. Это то, что они понесут в свое будущее. Вот что такое для нас День независимости. День независимости – очень важный праздник для нашей страны. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником. И благодарен всем тем людям, которые приняли участие в освобождении нашей Республики Беларусь. Дорогие наши земляки, от всего сердца поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем вам здоровья, мирного неба, счастья, мира, любви. Ну и всего наилучшего вам, вашим близким, вашим семьям. День здесь – очень большой праздник для нас. Спасибо, так скажем, деды за победу, что у нас сейчас есть мирное небо над нами. В День независимости акцент был сделан и на человека труда. На праздники городские организации вручали грамоты и передовикам производства. Медики, промышленники, работники культуры и средств массовой информации. В списках награжденных десятки фамилий. Для меня сегодня очень большая честь, что в рамках такого праздника, Дня независимости Республики Беларусь, получить грамоту от Белорусского союза женщин. Я хочу пожелать всем в этот праздник хорошего настроения. Как мы сегодня видим, оно на самом деле у всех очень хорошее, потому что хорошая погода, хорошее настроение у всех. Поэтому я желаю всем крепкого здоровья и хорошего праздника. День независимости для каждого белоруса – торжество особенное. Организаторы праздничной программы позаботились о том, чтобы яркие впечатления остались в памяти навсегда, как и благодарность тем, кто завоевал для нас независимость. Делегация города Пинска во главе с председателем горосполкома Валерием Рябковцом приняла участие в праздничных мероприятиях, которые проходили по случаю празднования Дня независимости в агрогородке Парахонск Пинского района. По главной улице к площади состоялось шествие трудовых коллективов и общественности. Участники шествия возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны защитникам, освободителям и землякам. После чего на стадионе местной спортивной школы состоялось торжественное открытие праздника, посвященного Дню независимости Республики Беларусь. Гостей и участников праздничных мероприятий приветствовал глава Пинского района Игорь Брилевич. Он отметил, что 3 июля относится к тем датам, которые кровью вписаны в историю белорусского народа. Те успехи, прекрасные результаты, которые обеспечены Пинским районом в годы независимости, все это произошло благодаря тем страшным годам, когда наши деды отстояли право жизни на этой земле. Поэтому мы сейчас делаем все от нас зависящее, все возможное для того, чтобы сохранить и приумножить те результаты и, безусловно, никогда не допустить возвращения войны на нашу землю. Во все времена город и район были неразрывно связаны. И это сотрудничество нужно только укреплять. Это отметил и присутствующий на празднике председатель Пинского горесполкома, почетный гражданин Пинского района Валерий Рябковец. Я всегда горжусь, когда регион развивается нормально. Мне приятно, когда не только город идет вперед, но мы должны идти всегда нога в ногу вместе. Ко дню независимости в разных населенных пунктах Пинского района были введены в строй новые объекты. 3 июля в деревне Галева, которую давно уже принято считать частью города Пинска, прошло открытие реконструированного водозабора. Вопрос модернизации существующего комплекса водозаборных сооружений и улучшения качества поставляемой питьевой воды рассматривался местными властями неоднократно. В сентябре 2020 года приступили к строительным работам. Здесь построили новую артезианскую скважину, реконструировали существующую, установили станцию обезжелезивания, заменили насосное оборудование на станции второго подъема воды, оборудовали трансформаторную подстанцию, ограждение элементов водозабора. Проект изначально стоимость оценилась в районе 1 млн 712 тысяч. Еще в результате строительства того, чего здесь не предусматривалось, сзади дизель-генератор. То есть на сегодняшний день, если водозабор останется без электроэнергии, мы сможем снабжать водозабор не останавливаем, а альтернативным источником, то есть через дизель-генератор. Дальше устройство данной площадки и дороги, по которой вы ехали, она планировалась прежде в гравийном покрытии, а удалось ее сделать в асфальтобетонном. Поэтому вот за счет сэкономленных средств. Кроме этого, среди вновь введенных объектов молочно-товарный комплекс «Колбы», открытого акционерного общества «Лопатина», а также автомобильный мост через канал Агинского.